Тирасполь, микрорайон Кировский, это улица Зелинского и дорога к многоэтажкам. Сейчас она выглядит вот так. Асфальта нет, повсюду ямы, которые засыпаны камнями, чтобы хоть как-то можно было пройти в дождь. Ремонта здесь, как и во многих дворах Тирасполя, не было с конца 80-х. Мы имеем дорожный фонд, который используется именно только на дороге. А внутри домовые дороги у нас в Тирасполе. У нас только мы пытались решить за счет фонда наказов избирателей, что-то из депутатов Верховного Совета и что-то за счет фонда наказов избирателей именно депутатов местного совета. Но это только в Тирасполе. И местные депутаты пытались где-то что-то за счет тех денег что-то сделать. Но в конечном счете проблема есть и она системно не решена. И когда дождь, люди ходят именно по лужам и люди ходят по ямам. Иногда и падают, и ломают ноги. Вот это самое страшное. Рядом с многоэтажками магазины и поликлиника сюда в том числе ходят и пенсионеры, и мамы с колясками. Но проезд, к сожалению, здесь не лучше. Когда последний раз ремонт здесь был? Здесь ремонт. Ой, не скажу. Это было очень давно. Просто давно. А здесь вообще ничего не делали. В этом перекрестке, переулке. И вот это вот. Только делают ямочный ремонт и все. На улице Старого там вот есть дом 130-й. Так там вот это вот при доме вообще сквернейший асфальт. Его сделали когда? 50 лет тому назад. Вот и все. Так мы сейчас и ходим по Колдобинам. Они там фасады, где чисто, они сделали себе. А это забросили. Здесь живешься где-то недалеко? Конечно, я живу там. И вот ходить вот туда вот, особенно когда грязь, так идешь, как тут. Мы выделили денежные средства по фонду капитальных вложений, отремонтировали поликлинику. Перед поликлиникой положили плитку, потому что это возможно по фонду капитальных вложений. Перед поликлиникой там дорогу сделали. Но это вот рядышком, с другой стороны поликлиники, внутридомовый проезд. А сюда деньги мы не можем выделить, потому что дорожный фонд только на основные дороги. Один из участков в центре Кировского – это улица Сакриера. Здесь одноэтажные дома, детский сад номер 32. И вот такая вот ситуация с дорогами. По сути, асфальта здесь нет. Когда-то этот участок засыпали щебнем, но результата нет. Проблему с внутридворовыми дорогами обсудят в Верховном Совете. Это инициатива президента Красносельского. Суть законопроекта – включить в дорожный фонд и участки во дворах. Оттуда и выделять деньги на их ремонт.